Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. Я так рад, что наша программа выходит сегодня из Иерусалима. Прямо позади меня Храмовая гора, Елеонская долина, долина Кедрон, Гефсимания — все те известные места, о которых вы читаете в Библии. Возможно, вы замечали, что в наших программах у меня с собой синий лист бумаги. На нем мои записи и места Писания. Сегодня со мной только Библия. Это Библия с комментариями, которую мы выпустили. Я прочту вам стих из проповеди Петра, которая была прямо после праздника Пятидесятницы. В Деяниях первой главе ученики собраны в горницу. Скорее всего, это какая-то комната недалеко от храма. У них деловая встреча. Они собрались, чтобы назначить кого-то на место Иуды Искариота. И вот что мы читаем в Деяниях, второй главе, с первого по четвертый стих. Мы видим там праздник Пятидесятницу. Этот праздник отмечался один день. Это один из трех праздников, на которых все мужчины старше 20 лет должны были прийти в Иерусалим. И мы читаем, что сразу после излияния духом, в тот день, три тысячи иудеев поверили в Мессию и крестились. Я считаю, что это было в купальне села. Там обычно освежались путешественники. Это место находилось недалеко от храмовой горы. Его нашли во время раскопок в той местности. Ну а затем идет третья глава. Она очень важная, потому что после нее началось великое пробуждение. Это было в Иерусалиме после излияния Духа Святого и рождения церкви. И все это было на горе, что позади меня. Это купол мечети под названием Купол Скалы. Именно там находился иудейский храм во времена Христа. Все, что касается рождения церкви и излияния Духа, происходило прямо здесь, на этом месте. Евангелие началось в Иерусалиме. И все, что касается последнего времени, закончится тоже в Иерусалиме. Я хочу дать вам очень сильное откровение, о котором почему-то редко говорят в церкви. Это слова Петра после того, как они исцелили храмово у храма и предстали перед религиозными лидерами, которые хотели, чтобы они перестали проповедовать об Иисусе. Предлагаю вам открыть Библию и посмотреть. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа. Специалисты по греческому языку говорят, что здесь сказано, чтобы пришли времена отрады или обновления. Покаяние ведет к обновлению. Чуть позже вы поймете, что я имею в виду. А время отрады может означать обновление, восстановление дыхания. Представьте себе бегуна, который бежал и очень устал, и вдруг у него открывается второе дыхание, и он продолжает бежать. То есть тут речь идет о восстановлении дыхания от того, что Бог рядом с вами. Мы бы сегодня сказали не отрада, а оживления. А затем сказано, и да пошлет он предназначенного вам Иисуса Христа. А вот и великое откровение, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. То есть что-то должно совершиться, и после этого небеса пошлют Иисуса обратно на землю. Можно много говорить о совершении всего, но я хочу вернуться к стиху, где сказано, что нужно покаяться, чтобы пришли времена отрады от Господа. В Соединенных Штатах Америки много людей жаждут пробуждения. Это не вся церковь. Половину церкви вообще не интересует пробуждение, но есть много людей, которые хотят пробуждения, и они молятся об излиянии Духа. Но, насколько я знаю, каждое пробуждение наступало после того, как люди обращали свои сердца к Богу, то есть каялись. Хочу рассказать вам то, что не знают даже наши постоянные зрители. Когда я только начинал, вокруг меня было много людей. Всем им было за 50, кому-то за 60 лет. Сейчас все они уже с Господом. Это драгоценные люди для меня, которые поддерживали нас в самом начале. В начале моего служения мы проводили недельные собрания пробуждения, которые внезапно продолжались по две, три недели. Иногда даже это было по 11 недель к ряду. Не дней, а недель. Самое длинное собрание пробуждения, которое я проводил в середине 80-х годов, длилось именно 11 недель подряд. Только в один вечер собрания не было из-за плохой погоды. А так мы собирались каждый день. Во время пробуждения в Дейзи 500 людей приняли спасение. Во время пробуждения в Лафаре 500 мужчин и женщин пришли к Господу. В Палааске, штат Вирджиния, 153 человека. Это большое пробуждение для крошечного городка. А в городе Дон, штат Джорджия, более 100 человек приняли спасение. И в каждом из этих случаев, как только люди начинали каяться, после этого сразу начиналось великое излияние Святого Духа. Мы видели от 300 до 600 спасенных. А потом мы видели, как они крестились в Святой Дух, так как описано в Деяниях 2 главе, в 10 и в 19 главе. Сила Божия сходила на них, и они получали молитвенный язык. Почему я рассказываю вам все это? После покаяния, после очищения сердца, всегда наступает излияние Духа. Следовательно, искупление или покаяние в грехе всегда приводят к излиянию. Покажу вам это на примере иудейских праздников. Многие из вас уже знают, что есть 7 праздников, которые святы для Господа. И Бог установил их в Торе. Кстати, Тора означает «учение» или «инструкция». Это первые пять книг в Библии, написанные Моисеем. Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. В книге Левит, 23 главе, говорится обо всех 7 праздниках. Три из них весной, три праздника осенью и один в начале лета. Весенние праздники — это Пасха, опресники и праздник первых плодов. Затем идет Пятидесятница. Пятидесятница упоминается в Деянии, 2 главе, с 1 по 4 стих. «Когда Дух Святой излился, и ученики заговорили на иных языках, а потом три тысячи человек приняли спасение». Осенние праздники начинаются в еврейском календаре в седьмом месяце, в первый, десятый и пятнадцатый день месяца. Первого, десятого и пятнадцатого числа — это праздник труб, который также известен как Рошашана, или Новый Год. Через десять дней наступает День Искупления. К Нему мы еще вернемся. А еще через пять дней — праздник кущий. Причем здесь все это. Послушайте меня внимательно, и тогда вы все поймете. День Искупления — это день, когда весь Израиль постился. Не ел никто, ни животные, ни дети, ни взрослые. Первый священник заходил в святое святых только в этот день. Всего один раз в год. Священники или левиты служили каждый день. Они жгли жертвы по одному ягненку утром и вечером. Они принимали приношения от людей, жертвы за преступления, за грех. Таких жертв было пять видов, и их приносили на медном жертвеннике в храме. Левиты занимались этим каждый день. Но всего раз в год первый священник мог войти в святое святых. Храм состоял из внешнего двора, где стоял медный жертвенник, внутренний двор, где стояла минора, стол с хлебами предложения и золотой жертвенник для благовония. Дальше находилась завеса и копчег завета. Многие этого не знают, но во времена Иисуса ковчег завета не был в святом святых. Когда священник шел туда, и это было в день искупления, он брал кровь животного и кропил Иссопом на восточную сторону крышки искупления. Это крышка ковчега завета, над которой простираются крылья двух херувимов. Он кропил кровью семь раз, поскольку во дни Иисуса ковчег исчез. В книге Маковеев сказано, что Иеремия спрятал его где-то в пещере возле горы Нева. Есть много теорий о том, где он находится, но никто не знает точно. То есть во дни Иисуса ковчега завета не было. И в то время первосвященник входил с кровью во святое святых и выливал ее в яму в земле, и по водостоку она стекала в долину Кедрон. Долина Кедрон находится прямо перед восточными воротами. Согласно еврейской традиции, многие сражались за эту землю, потому что она была очень плодородной. Многие считают, что это из-за крови жертвоприношений. Храм мыли и чистили щетками от крови, и потом эта кровь стекала по водостоку в долину Кедрон, удобряя почву в той долине и делая ее плодородной. Итак, в день искупления священник брал кровь и выливал ее в яму в земле, потому что тогда уже не было ковчега Завета. В день искупления все люди делились на три группы. Полностью праведные, которые служили Богу в предыдущий год и будут служить дальше, и полностью неправедные. Они были неправедными перед Богом весь год до дня искупления. Им нужно было решить, продолжать жить так или же обратиться к Богу. И была еще одна категория между, простите, но я называю таких людей воскресными верующими. Они приходят в церковь в воскресенье, если хорошая погода, им больше нечем заняться. Они знают Господа, но в их жизни мало плода. А вот о ком я. Этим людям нужно было решить, посвятить себя Богу полностью или отвернуться от Него. Это решение они принимали в день искупления. Поэтому вначале первый священник приносил жертву за левитов, потом за евреев. Это означало, что Бог прощает людей за их прошлые грехи, но они решают служить Ему в следующем году. Обратите внимание на праздник, что идет после дня искупления. День искупления нацелен на грех и покаяние. Бог призвал людей каяться в их грехах в день искупления. После этого дня наступал праздник кущей. В этот праздник евреи и язычники собирались вместе и проводилась церемония черпания воды. На жертвенник лили вино и воду. Это очень интересно. В одни существования храма священники выстраивались от купальни Силаам до ворот Иерусалима с большими пальмовыми ветками. Священники приходили к купальни Силаам с золотыми и серебряными сосудами и набирали воду. Эту воду называли «живой», потому что в той купальне была вода из ручья. Набрав эту живую воду, они проносили ее между священниками, которые махали пальмовыми ветвями. Они махали ветками вправо и влево, имитируя звук ветра. Вам нужно увидеть здесь параллель с излиянием духа, которое произошло спустя много веков. В тот день священник шел к медному жертвеннику и начинал цитировать Писание. После этого он молился и выливал воду на четыре угла жертвенника. Праздник, на котором Иисус говорит именно об этом событии, об излиянии духа, это кущем. Это было в последний день праздника, в день черпания воды. Когда священник лил воду на жертвенник, Иисус сказал, «Я и залью мой дух, но будет он идти изнутри, из вашего чрева, или из вашего естества, именно оттуда потекут реки воды живой». В Евангелии от Иоанна, 7 главе сказано, «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них духа святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Помните, Он сказал, «Я вода живая, хлеб, сошедший с небес, и дверь к овцам». Итак, в Евангелии от Иоанна, 7 главе, сказано, что когда Иисус говорил о живой воде, сие сказал он о духе, ибо еще не было на них духа святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Когда священник выливал воду из купальни села на медный жертвенник, это было символом дождя, о котором молился весь Израиль в период жатвы. Кущи — это последний из семи праздников. Следующий праздник наступит только весной, и это будет Пасха. В то время нужно было сеять ячмень, потому что ячмень был первым урожаем. И чтобы урожай был хорошим, должен был пройти хороший дождь. И церемония черпания воды была задумана, чтобы священник и люди просили у Бога дождя. В послании Иакова 5 главе сказано, «Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Это местописание ссылается на церемонию черпания воды в праздник Ущи. Но оно также подразумевает, что дождь, падающий с неба, символизирует излияние Святого Духа». Давайте вернемся к главной мысли, которую я хотел донести до вас. В Деяниях 3 главе Петр сказал, что если вы покаетесь, то получите отраду или восстановление дыхания, восстановление от Господа. Но это восстановление от Господа приходит только после вашего покаяния. Поэтому после Дня Искупления, Великого Дня Покаяния, идет праздник Кущий, на котором есть церемония, указывающая на приближающийся дождь, который принесет урожай. Итак, во-первых, без покаяния не будет никакого пробуждения. Во-вторых, не может быть никакого пробуждения без излияния Святого Духа. Дух Святой приносит жизнь в церковь. Он приносит жизнь и обновление вам. Поэтому порядок не такой излияния Духа, а потом покаяние. Нет, в начале покаяние, а уже потом пробуждение, и сейчас я расскажу вам, как применить это в жизни. Вы должны понять, что настоящее освежение в духе, в теле и в эмоциях придет вашу жизнь только тогда, когда ваше сердце будет в правильном положении перед Богом. Я учу молодых людей в нашей церкви очень важному принципу. Я учу их сохранять дух покаяния. Люди часто говорят мне, наверное, вы не до конца верите в Божию благодать, если говорите о покаянии. А также есть учение, которое гласит, что если вы покаялись раз, то больше этого делать не нужно, но это не по Библии. В книге Откровения сказано, что Иисус сказал пяти из семи церквей, что ему нужно покаяться. Он говорил к целой церкви, поэтому покаяние ожидается от верующих даже после принятия Христа. Сохранять дух покаяния означает всегда быть готовым признать, что вы были неправы и попросить прощения за то, что вы сделали. Дух покаяния означает, что вы имеете такое отношение к людям, и за это вы увидите Божие благоволение на своей жизни. А если вы готовы иметь такое отношение к Богу, то вы увидите, что Божья благодать и милость будут с вами, пока у вас будет смиренное сердце. И такое отношение всегда приводит к излиянию Святого Духа. Вы не будете больше спасены, чем в день своего спасения. Вы не будете больше прощены, чем в день, когда Он простил вас. И вы не получите больше благодати, чем тогда, когда Он проявил ее к вам. Слава Богу, что когда мы обращаемся к Нему, нам гарантировано восстановление и излияние Святого Духа. Я делился с вами тем, что было в моем Духе. И мне кажется, что многим нужно было это услышать. Вернитесь к Богу, и Он и зальет на вас Свой Дух Святой, как Он и обещал сделать это в Библии. Мы снимали сегодня программу в Иерусалиме. Сегодня прекрасный солнечный день. Скоро приедет наша туристическая группа из США, и мы снимем несколько программ с ними. Иногда мы снимаем сами, а иногда с людьми. Спасибо за то, что смотрели нас. А еще у меня есть для вас прекрасное предложение. Увидимся с вами буквально через одну минуту. Никуда не уходите. Здравствуйте, с вами Перри Стоун. Я был благословлен тем, что моими наставниками были мужи великой веры, служители, которые не только верили в библейские проявления Духа Святого, но и сами действовали во многих духовных дарах, упомянутых в Библии. Однако, многие современные церкви минимизируют, ограничивают или отрицают те девять духовных даров, о которых Павел писал в 12-й главе первого послания Коринфянам. В этом особенном учении я по Библии докажу, что в христианской истории девять духовных даров действовали до сего дня и будут действовать вплоть до возвращения Христа. Я с радостью представляю вам это 12-часовое учение «Дары Духа Святого». Оно записывалось как основной курс библейской школы. Вы услышите всю серию на 14 аудиодисках. Все верно, так много. В этом учении много разборов греческих слов, библейских сюжетов, исторических личностей, которые помогут определить каждый дар, его действия и замысел Бога об этом даре. Я также расскажу факты, о которых редко кто учит. Это невероятное 12-часовое учение с глубоким анализом доступно в течение ограниченного времени за пожертвования в 65 долларов или более. Библейская школа в одном альбоме. Это часть нашей международной библейской школы. В вашем духовном поиске понимания девяти духовных даров необходимо не ради знаний, но для вашего духовного роста. Чтобы заказать этот альбом, вы можете позвонить нам по телефону, зайти на наш сайт или написать письмо по адресу, указанному на экране. Сделайте пожертвования и запросите предложение GFT 133. Предложение доступно в течение очень ограниченного периода времени. С нетерпением ждем вас. Алло. 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 Вчера услышал песню «Иисус на проводе» и решил позвонить. Шутка. Решил привлечь ваше внимание. Многие годы я учу о том, что такого понятия как дар развлечения нет. Речь идет о развлечении духов, дух ли это Бога, дух человека или дух сатаны. Я хочу, чтобы вы получили эти аудиодиски. Это часть нашей библейской школы. Это полное и детальное изучение девяти даров Духа Святого. Я докажу вам, что дары Духа по-прежнему действуют. Этот альбом нужен вам, чтобы двигаться в этих дарах. Эти дары действуют не только в церквях, хотя меня учили именно так. Нет, Бог желает, чтобы вы двигались в этих дарах на вашем рабочем месте. Подписывая контракт, вы будете знать, подлинный он или нет. В отношениях с кем-то будет понимание, чисты ли мотивы этого человека. Дары Духа Святого, которыми наделяет вас Бог, помогут вам многое понять. Наше предложение уже доступно. Вам действительно нужно это учение, поэтому отправьте свой запрос сегодня. Ну а теперь о планах. С 5 по 7 апреля я буду в центре поклонения «Новая жизнь» в городе Тайлер. 1 мая приглашаю вас на саммит в церкви Вифесда. С 3 по 5 мая мы будем в городе Гриффин, в церкви «Первая встреча с жизнью». 8 мая семейный христианский центр города Манстер. На нашем сайте можно найти полное расписание и информацию о наших поездках. Теперь хочу сказать о двух очень важных вещах. Я работал над посланием о Новом Завете и спасении. Сам я рос в доме не просто моего отца, но великого мужа Божьего, великого евангелиста и служителя. Я заметил, что в прежние времена часто можно было наблюдать радикальное обращение. Радикальное не в том смысле, какой принят сегодня. Я говорю о настолько решительном обращении ко Христу, что люди сразу же избавлялись от любого алкоголя и всего того, к чему были привязаны. Об этом даже не нужно было проповедовать. Бог так касался людей, что те моментально сбрасывали все времена своих зависимостей. В современных церквях я этого не вижу. Я вижу проповеди, которые внушают людям приятные чувства, однако те продолжают жить так, как всегда. Я верю, что Бог посылает этому поколению великое движение Духа. Он посылает его туда, где люди позволят Духу Святому двигаться. Я верю, если вы будете искать Бога и молиться о пробуждении, тогда мы увидим, как мужчины и женщины полностью преображаются. Одно из того, что с ними произойдет, они примут дары Духа. У меня немного времени, но скажу, что за меня молился Руфус Данфорд из Западной Вирджинии. Бог дал ему дар иных языков, и он мог говорить на семи, а то и девяти языках, которые знал мой отец. Руфус мог говорить с людьми на их языке. Старожилы Западной Вирджинии об этом помнят. Руфус молился за меня, и Бог дал мне тот же дар, о котором сказано в 12-й главе первого послания Коринфянам. Я ревную о том, чтобы дары Духа Святого действовали в цели Христовом, чтобы мужчины и женщины силой Бога спасались, исцелялись и освобождались. Так мы докажем миру, что Бог есть Бог. Через неделю я поделюсь с вами новым учением. Не пропустите новый выпуск. Перри Стоун приглашает вас присоединиться к его туру по Израилю с 25 ноября по 4 декабря с возможностью посетить город Петро в Иордании. Звоните нам по номеру, указанному на экране, или заходите на наш сайт. Там вы найдете всю информацию о регистрации. Количество мест ограничено. Звоните. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова